Всем привет-привет! Это мой очередной заказ в дом, полезностей, нужностей и так далее. Так, нейтрализатор запахов, люблю, чтобы он у меня во всех комнатах стоял, артикул 30287. Он, в принципе, нейтрализует, получается, все, что бы вам не хотелось, да, то есть вот на него аннотация, очень такая подробная, классная, и кошачьи лотки, и, в общем, все-все-все на свете. Очень классная штука, он нейтрализует именно причину, а не последствия. Вот это здорово. Дальше дезинфицирующий крем для рук, гель для рук, вернее, артикул 2724. Давно вам его не показывала, то есть он приходит в такой вот упаковочке, то есть это такой вот прям гельчик-гельчик с таким ярковатым ароматом антисептика. Ну, такой прям хороший добротный антисептик, потому что написано, что прям практически 100% чистота защиты рук получается. Далее маме взяла универсальный крем с аргинином, она его сейчас тратит, так как в огороде намазывается им практически чуть ли не все тело. Интересно, в запаснике взяла 7645 артикул, это питательное масло для ногтей и кутикулы. Это очень классное масло, вот как раз сегодня я делала маникюр и, правда, открытой упаковочкой, но вот таким образом я это масло наношу на нокаточки, да, я думаю, не помешает после маникюра. И вот так вот таким вот образом растираю, смотрю, чтобы с ним было все хорошо, с кутикулкой, да, чтобы она меньше росла, чтобы за ней был более-менее хороший уход, да, таким вот образом наношу и кутикула прям, и у меня такое ощущение, что она и меньше растет, и она становится мягче. И, конечно же, когда ногти отрастают, да, как вы видите, у меня гелевое покрытие, когда отрастают нокаточки, то вот тут вот, вот в этом вот моменте очень удобно и на ногти оно тоже попадает, и ногти оно тоже укрепляет, особенно ногти, которые все время покрыты гель-лаком, как вы помните, да, у меня уж прям до сюда иногда они отрастают, потому что я делаю раз в три недели, раз в две недели, я пью много витамин, у меня ногти хорошо растут. И вот я вот прям за всей частью ухаживаю, да, сегодня только вот за кутикулкой поухаживала, а где-то через недельку уже пойдет и уход за ногтем, потому что все равно это средство, оно будет попадать на ноготь, когда оно будет отрастать. Что хочется сказать про него, то, что тут оно увлажняет, смягчает, придает эластичность, оно замедляет рост кутикулы и предотвращает появление трещин заусенцев. И также тут идет фейерверк из драгоценных, из драгоценных капель, ценных капель красоты, вот как интересно написали, да, он идет двух фаз, дополняющих и усиливающих действия друг друга, и содержит аркан, уже жаба, авокадо, миндаль и преображает слабые ногти, которые склонны к сухости и усталости. Также интенсивно питает, укрепляет, насыщает витаминами и стимулирует здоровый рост. В общем-то, отличная штучка, мне нравится. Концентрированный гель для мытья посуды, сочный грейпфрут. Заказала пару штук, потому что это просто обалденное средство с очень великолепным, нежным таким ароматом, очень-очень приятным. Далее пару мыл для рук, значит, с артикулом 86-82. Чем оно мне нравится? Тут такая очень приятная клубника, не как вареньем, да, пахнет, а именно вот такой свежей классной клубничкой. Поэтому оно у меня прям самое-самое одно из моих любимых. Далее парфюмерный гель для душа, для мужчин инкогнито. Он такой, знаете, идет прозрачный, как вы видите, да. Такой, знаете, ну реально инкогнито, не грубый, не морской. Вот такой вот очень оригинальный аромат мужской, приятный очень. Умафеличия, такой вот он оранжевый, тоже мужской. Это такие, как вам даже сказать, нежный цитрус, что ли, да, нежный цитрус. Парфюмерный гель для душа, восьмой элемент. Видите, они какие густые, да, то есть они прям реально такие густущие. Этот такой свежесть, уже мужской, такой грубоватенький. Ну и, конечно, один из самых моих любимых. Он, кстати, запакован очень хорошо. Это идет гель для душа, волос и тела. Мужчины любят целиком мыться, но у меня муж все-таки шампунь выбрал для себя другой. А это у нас идет более такой, видите, жидковатый, нежели те, да, ланселот. Вот, у него такой идет грубовато-сладковатый аромат. И он единственный сладкий аромат, который мне действительно нравится. Так как гели для душа у нас сейчас полетели просто быстро, просто мгновенно. Из-за того, что была такая вот жара, и мы ходили по 2-3 раза в душ, вот. Вот, я, кстати, дезодорантом во время жары не пользуюсь. Мне кажется, что пусть из меня все токсины выходят, если я сижу, например, дома. Если я куда-то иду, понятно, я пользуюсь дезодорантом. Но после прогулки я опять-таки иду в душ, все смываю, потому что все спотели, да. И опять-таки получается вот этот вот именно такой вот морокко, да, какой-то вот цветочный цитрус. Мне очень понравился, очень. 17-28 артикул. И это женский, кстати, можно сказать, универсальный, если честно. Дальше, значит, артикул 84-21. Это шампунь и гель для душа с кислородным комплексом и с экстрактом крапивы. Но также муж просто его использует как гель для душа. Он вот такой вот густой, тоже хороший, классный прям. Такой насыщенный аромат какого-то морского, свежего, нежного бриза. Далее, смотрите, вот у нас кто-то спрашивал, есть ли у нас точилки. И я тогда точилку не нашла. Но тут, так как у меня есть точилка, у мамы нет точилки, она постоянно ее берет, назад не кладет. И я подумала, а не заказать ли мне точилку для себя отдельную, для того, чтобы у меня не было проблем. То есть она таким образом раскрывается, складывается, все очень удобно, хорошо. И вот знаете, что мне больше всего понравилось, это то, что она идет на два карандаша. Видите, одна для толстого карандаша, другая для тонкого карандаша. И тут есть вот этот вот сборщик, да, сборщик отходов, который можно почистить, вычистить, и все будет отлично. Ух ты, артикул-то я порвала, да, артикул, если теперь правильно назову, наверное, 9207. Отличная точилочка, очень долго служит, за несколько лет у меня с ней ничего не случилось. Как раз вот эти вот водостойкие карандаши на жару, да, которые я использую для косметики, вот это отделение для них. Это для обычных, а это для них. Очень долгоиграющая, ее можно брать с собой, точить ее где угодно, как угодно ею точить, потому что весь мусор остается внутри. И как раз под наши именно карандаши она очень удобна. Видите, Фаберлик написано. Да, Фаберлик все есть, любая мелочь. А далее маски для лица. Маска для светлых и блондированных волос, технология защиты. Она питает волосы, после нее волосики, знаете, такие рассыпчатые, блестящие, что ли, да, то есть более такие ухоженные. Очень приятная масочка с очень такой, видите, приятной консистенцией. Легко распределяется по волосам. У меня такой маски на два раза, Катюшки на один. Ну, у Катюшки прям длинные волосы. И, ну, она ею практически не пользуется, потому что это маска для осветленных, блондированных волос. Вот аромат у нее очень такой свежий, приятный, очень такой классный. Мне нравится, прям нравится, нравится. Артикул 89-56. И плюс ко всему она идет еще и для того, чтобы, ну, она блеск придает. И она и препятствует вымыванию оттенка и появлению желтизны. То есть препятствует, но если ей постоянно пользоваться, да, на постоянной основе. А вот это зимняя маска, двойное питание с аминокислотами. Технология зимней терапии, конечно, очень мне понравилась. И я ее все штука за штукой заказываю, вот даже не знаю. И летом я ее тоже заказываю. Она действительно хорошо питает, действительно мне нравится. Ее сейчас мало берут, она была в распродаже, поэтому я ее заказала. Пока она по распродаже побольше, но на стол поставила одну штучку. Значит, артикул 77-80, тоже 200 миллилитров, как и маска для блондиночек. Очень жаль, конечно, что у нас такой маленький ассортимент кепок, всего 2. Вот у нас была кепка, она исчезла куда-то, потерялась, поэтому я заказала новую. Размер идет 54 плюс-минус 2 сантиметра. Она идет с пайетками для девочки. Артикул 6-00, 3 шестерки, да, 6-00, 3 шестерки. Ну, тут она идет односторонняя, можно, конечно, туда-сюда ее загибать. И она будет светленькая, тоже как бы здорово, приятненько, да. То есть можно загнуть в светлый оттеночек, да, кому хочется. Можно обратно ее сделать. То есть, ну, прикольно. Вика любит как раз вот эти вот пайетки, она их любит перебирать. И ей они очень даже нравятся. Поэтому пусть носит, носит с удовольствием. Тут идет регулировка. Регулировка очень удобная ребенку, да, мало, велико, да. То есть всяко-разно можно закрепить. То есть размер головы можно немножечко регулировать, да. Далее очки. Первый раз держу в руке, первый раз открываю, прям при вас. Это новинка, не помню какого каталога, но на моем канале они впервые. Я считаю, что солнцезащитных очков должно быть много. Тем более в компании они идут недорогие. Поэтому я не переживаю за то, что я много-много заказываю. Ну, что скажете, как мне? Так, открываю следующие очки. Значит, 780-551. 780-551. Тоже, кстати, чехол очень такой удобный, крепкий, классный, как вы заметили. Ну, давайте посмотрим. 780-551. Мне такое чувство, что они одинаковые. Неужели я двое одинаково заказала? Ребят, посмотрите-ка, что. Так они одинаковые. А что же я тогда тыкнула, а? Представляете, какая ошибка бывает. Или они разные все-таки? Так, 780-551 дам. Нечаянно заказала двое одинаковых. А я думала, они разные. Странно. Ладно, одни отдам маме или сестре. Ну, или, по идее, их можно вернуть даже. Не все страшного. Следующее, что у меня тут, это дезодорант антиперспирант. Защита 24 часа, мужской, 05-07 артикул. Он идет спрейчиком. Он супер круто не защищает. То есть, не 48 часов защита, но и, опять-таки, он менее вредный. Далее, восковые полоски для депиляции. Я могу их использовать везде. На руках, на лице. В общем, везде, где захочу. Артикул 25-74. А тут их, значит, сложно открыть, не порвав. Ни разу еще не открыла по-хорошему. То есть, вот такие вот полосочки. Абсолютно-таки небольшие. Ими можно 2-3 раза воспользоваться. На четвертой уже не получится. Обязательно, чтобы 8 полосок по 2 штуки. То есть, 16 полосок. А вот так вот приклеены. Получается. Что еще хочется про них сказать? Я не могу сказать, что они супер чисто очищают. То есть, это не идеальная. Депиляция. То есть, это все-таки восковые полоски. И самое интересное, то, что я ими просто поддерживаю иногда. Чистоту тела. Там все такое прочее. Но к профессионалу я обязательно хожу на депиляцию. Чтобы он меня частехонько, частехонько, всюду, всюду, везде, везде по-хорошему продепилировал. Сама себя этими полосками я не могу депилировать. Далее у нас с вами идут такие вот очки. Викуська их уже примерила. Поэтому они не очень чистые. Но нам они не особо-то нужны. Потому что Вика ходит в обычных очках. Попробую. Вот такие вот детские очки. Да, прикольные. Они очень классные. Они красивые. Они идут с таким каким-то розоватым подтоном. И вот в таком вот очень красивом чехле. Их будет классно подарить. Поэтому я их назад возвращать не буду. Тем более, что это тоже какой-либо виток развития Вики. И вот вы знаете, артикул 53 936. Мне они даже очень понравились. Материалы правые. Металл, акрил, пластик. То есть такие вот солнцезащитные очки. Следующие очки тоже идут вот так вот хорошо упакованы. Тоже их тут сложно не порвав открыть таким вот образом. Тоже очень красивый чехол. Причем он тут очень твердый. Их сложно в этом чехле сломать. Их можно в этом чехле хранить. Если не приходят в такой вот упаковочке. Они более такие маленькие. Более такие вот аккуратненькие, хорошенькие. Да, такие вот игрушечные, симпатичные. Это детские очки, ребята. Это не взрослые очки. Да, то есть... То есть вот таким вот образом. Если эти такие более крупные, свободные. Я бы даже сказала, их можно взрослым носить. Да, потому что они такие, ну, большие. То вот эти, они как-то немножечко потуже и поменьше. Вот лично для меня. Ну, понятно, что они у них будут маловаты. Просто я вам показываю, как они выглядят. Вот, как смотрится вот эта штучка тут очень даже симпатичные. Довольно таки в средней крепкости очки. Довольно таки приятные очень в носке. Эти Вика прям вообще облюбила. Ей они очень понравились. То, что она в этом отражении еще и себя видит. Да, то есть классно. То есть полностью такие они идут. Видите, зеркальные. Прям если это с розоватого, это с желта такие вот они. Далее, как вы видите, кисть Кабуки. Безумно мне понравилась эта кисть. Сколько раз я с ней снимала макияж. То есть получается просто великолепная кисть. Классная кисть. С суперским ворсом кисть. Да, то есть вот прям она до такой степени плотная. Ей так классно вот эти вот по щекам. Да, вот, ну, как даже сказать. Прям по новой вам покажу. Да, вот так вот очень классно рисовать. Вот эти вот восьмерочки. И, да, то есть троечки вернее. Да, то есть вот так вот очень хорошо она идет. И отлично тушует, что мне очень-очень понравилось. Прям великолепно. Что у нас идет с вами далее. Значит, пару кистей Кабук. Обалденные кисти для пудры. Значит, Кабуки 910-139 артикул. Обалденная тоже кисть для пудры. Кисти у нас не натуральные. Но мне не этим и нравятся. Да, то есть вот сейчас она кажется такой плоской. Но на самом деле, когда она распушится, она довольно таки объемная. Ей удобно делать, в принципе, все. И коррекцию, и пудру наносить. То есть я вообще не пользуюсь ни пуховками, ничем. Мне очень нравится именно. И смотрите, каждая кисточка в каком чехле. Обратите внимание, что это классные подарки. Да, то есть реально классные подарки. Дальше, дальше, значит, кисть для тонального крема. Мне их очень не хватает. Скажу вам честно, если вы будете толстым слоем тоналочку наносить, она немножко полосеет. Артикул 910-136. Но я наношу не толстым слоем. И у меня она ложится просто на идеальнейшем образом. Очень оно мне нравится. Но стирать мне ее приходится очень часто. Мне кажется, что она и стирается быстро. Поэтому это запаснички. 910-136 для тональной основы. Супер. Также, в принципе, можно, если что-то захочется вам, да, корректировать лицо, еще что-то. Они идеально подойдут под все. Неважно, что вы хотите сделать. Румяна нанести. Вообще без разницы. То есть очень хорошие кисти. Далее, вот эта кисть, она идет для румян, для хайлайтеров, для чего-то такого легкого. Действительно, получается такой невесомый макияж. Кисточка тонковата. То есть, да, такая вот маленькая, легонькая. Если вот эта такая тяжеленькая, пушистая, да, кисть, то вот эта вот, она, конечно, маловато. И она действительно подойдет только под румяна. Или, я не знаю, допустим, хайлайтер. Вот что-то типа этого, да. Скульптор уже не нанести. Бронзер тоже маловато будет. Дальше. Так, что у меня еще тут есть одинаковая. Кисть для растушевки карандаша. Я еще подвожусь ею тенями снизу. Ух, как закрыли, да, плотно. Не только для карандаша, но и можно растушевать тени. Такая грубияночка. Очень твердая, приятная кисточка. Очень удобная в использовании. Тоже легко моется, стирается. Я уже раз 5-6 их постирала, оно не липнет. Не лезет, вернее. Далее. Кисть для растушевки теней. Тоже, мне кажется, очень такая, чересчур мягкая. Но у нее очень много положительных качеств. Таких, как, например, действительно убрать излишки, да, теней. И подкорректировать, сделать линию более четкой, более, вернее, растушеванной. И если вы наносите излишки, то вот такой кисточкой получается в беленькую, ой, как щекотно, нежная такая, да, в белые тени или в бежевые, да, и растушевать. Излишки ей убираются тоже великолепно. Просто вот в этом моменте тушь, ой, тушь, говорю, кисть просто великолепнейшая. 910, 134, но сами тени ей наносить вы сложно нанесете, реально сложно. Можно нанести там белые тени под бровь, еще что-то. Она хорошо у вас нанесет, да, то есть, но не целиком макияж. Так, далее вот такая вот кисть. Это для нанесения теней. Мне она показалась тоже чересчур легкой, мягкой. Мне ее не хватило от твердости и жесткости для нанесения теней. Но, опять-таки, она чем хороша, она не портит веко, не растягивает его, не натягивает. И получается просто вот идеальная, да, кисточка. Так, давайте-ка я увеличу, да, то есть вот такая вот она. Я не скажу, что она может всем понравиться, артикул 910, 133. Но вещь тоже стоящая для определенных моментов, поэтому пару штучек. Вы знаете, я очень часто делаю макияжи. Редко я без макияжа. И, конечно же, мне нужно часто кисти стирать. Я их люблю стирать, пока они у меня не стираются, не начнут лезть, я их не меняю, да. То есть у меня вот такой подход, вот такой у меня подход к кистям, а не то, что там каждые 2-3 месяца надо менять. Далее бесподобная кисть для бровей. Ну и не только для бровей. Вы можете ей делать все, что захотите, все, что душа пожелает, да. То есть вот такая вот вещица. Мне очень нравится подводить какую-нибудь блестящую подводочку ей внутри глаза, тоже идеально, да, как бы ложиться, потому что она тоненькая, приятная. Водостойкие тени, подводить водостойкими тенями что-то, да, тоже великолепно получается. Нравится, реально нравится. То есть она не только для бровей. Артикул 910-131. Вообще люблю кисти и не люблю, не люблю вот всякие, знаете, губки, спонжики, там еще что-то. Далее кисть для консилера. Ребята, это великолепная кисть для консилера. Очень хорошо наносится. Отлично, да, в носогубные складки, да, то есть какой-то прыщичек отдельно, да, вот так вот аккуратненько замазать. Растушевать по краям тоже великолепно. У меня кожа проблемная, сами знаете. Вот, плюс ко всему уголки глаз вообще отлично просто делаются. Где-то что-то вот хочется, например, там бровки подкорректировать, да, то есть посветлее там вокруг сделать. Тоже очень интересно. Вот я тут у Гуара Витясяна увидела, попробовала, мне тоже очень понравилось. И я вам могу сказать, что да, очень хорошая, добротная кисть для консилера, реально классная. Ну и последняя кисточка, я ей пользуюсь редко, и обычно я ей наношу не помаду, а все что угодно, кроме помады. Это вот такая вот упругая, прямо, да, приятная кисть. Прям действительно она мне очень-очень-очень нравится. И я прям без ума от нее, конечно, да, такая, видите, она не такая вот пушистая, да, то есть она идет как вот для век. И что самое классное, она еще и закрывается, да, то есть вот прям никаких проблем нету. Вот такой вот у меня набор кисточек, здоровенный, огромный, но я считаю, что это немного. Для тех, кто действительно делает макияж часто, много, на камеру, как вот я, да, это немного, это даже мало. Далее, травяной сбор, очищение утра, очищение вечера, решила пропить. Мне очень нравится чиститься, буду серьезно пропивать первый раз, потому что предыдущая у меня выпила мама, говорит, хорошо, здорово. Буду пробовать в пустых баночках, обязательно расскажу. Их нужно пить вдвоем, если хотите хороший эффект, и будем смотреть на этот эффект. Да, чаи хербал у нас их очень много. Значит, утро идет с артикулом 156.72, вот состав трав, да, можете поставить на паузу, почитать. И вечер идет с артикулом 156.73, тоже можете поставить на паузу, прочесть. Тут очень большой такой богатый спектр трав, который сочетается между собой. И, в принципе, тут идет только натуральная трава, комплексная поддержка организма и контроль технологии выращивания. Вот способ применения, да, то есть тут все вот отлично, не является лекарственным средством. Дальше, конечно же, мейнезы. У нас они полетели очень сильно, очень быстро. Конечно же, на легкие больше всего вся семья подсела. Поэтому легкие в первую очередь я начала еще делать до заказа. Честно вам скажу, два пакетика на один каталог, это вообще ни о чем для нашей семьи. Потому что мы любим такие же салаты, как оливье, мы любим под шубой, мы любим салаты с крабовых палочек, да, и с крабового мяса. Мы все это любим, а это все майонезом заправляется. И мы отказались, понимаете, отказались от этих салатов и делаем их только иногда по праздникам. И вообще в жизни их очень редко об обычной начали кушать, потому что майонез, майонез, все говорят, отказывайтесь от майонеза. И вот тут как раз вот этот правильный майонез, на него все накинулись, все по нему соскучились. Я заказывала по 10 штучек, у меня легкого осталось упаковки 4, потому что мама увезла папе в деревню, свекровь увезла тоже свекру в деревню. У меня вообще ничего не осталось, я вот заказала еще 10 пачек легкого, да. Оливковые не особо едят, но я вам могу сказать, что у него нет какого-то там кислого, оливкового, невкусного привкуса. Также я заказала 3 упаковочки уэльской соли, потому что также развезли, я заказываю, и оно по деревням разобретается. У всех сады и огороды, артикул 16146, я увезли пару баночек с собой, и все, и Аня вот заказывает соль. Три банки взяла еще себе дополнительно. Далее также чаи. В этот раз я не забыла переправить, и взяла по 10 пачечек того-другого, мамам, папам, всем отправлю. Вообще, я всегда туда езжу к своим, например, мамам, папам, Мурыгинам, я им беру много чая, прям огромный пакет с ручками набираю, привожу им омеги, живицы, всего-всего-всего. Им нравится, что я им вот привожу это все. Огромное количество я прямо оптом тащу им шоколад, потому что у папы сахар скачет, но сахарный диабет ему еще не ставят. Вот, поэтому я прям, а он такой жуткий сладкоежка, я прям кучу привожу сладкого, и они едят. Вот сейчас по 10 пачечек мне, конечно же, наконец-то приехало. Я могу по 3 упаковочки мамам, папам выдать, да, и остальные оставить в доме, в запаснике, самим пить, гости придут и так далее. Это одни из самых моих любимейших чаев, это фисташковый с ромашкой, его очень долго не было, 20 пакетиков в упаковке. Вы у меня его 100 лет, наверное, в заказе не видели. Артикол 16.053, это полезные очень чаи, в составе идет ромашка, гевесил, листья ежевики, да, то есть он классный, действительно классный. Вот, и также, а тут в составе каштан, аир и зеленый чай, тоже супер, да, то есть это черный чай, а это чай улун, да, лесной орех с экстрактом каштана. Но оба просто мы их великолепно пьем. Далее такие вот чаи с ломчиками ананаса, апельсином и какао, все-таки я для себя выбрала и с ломчиками ананаса, кокоса и семенами чаев. Это рассыпные чаи, я уже его начала, потому что он у меня совсем закончился. Я его начала, вот знаете, что хочу сказать, очень не хватает компании Фаберлик обычного черного чая и обычного зеленого чая, вот без всего, без всяких привкусов. Да, это вкусно, это классно, это красиво, но иногда хочется обычный чай, понимаете, о чем я, да? Обычного, к сожалению, пока что нету, да, вот, который был бы, я уверена, он был бы самым-самым ходовым. Далее клубника и лайм с клевером, это зеленый чай, тоже безумно-безумно понравился, артикул 16.069. И скажу вам, что я все чаи пью без сахара, без стевии, без каких-либо добавок, потому что они действительно сами по себе просто вкусные, да? Далее, давайте с вами посмотрим еще вот такое чудо, впервые на канале, надеюсь, оно будет на заставке, это вот такая сумочка. Только эта сумочка у нас с вами, она идет как сумочка в сумочке, артикул 910.212, сумка складная, яркий, неон, размер 45 на 34,5 на 19, в сложенном виде, вот в таком, 19 на 17 на 4. Ткань, полиэстер, полиуретан, металл и пластик, в общем, тут все есть в составе, да, металл, пластик, это вот, я думаю, что имеет в виду молнию. Итак, ребята, открываем, смотрим, ну, это от влажности, сейчас их везде кладут, ну, и поехали эти с вами. Я не знаю, как ее сложить назад, но разложить я ее точно смогу, и это будет то худого каким-нибудь кармашком, потому что, смотрите, двухсторонняя сумочка, да, получается. Итак, давайте же с вами будем разворачивать, прям убрала излишки со стола, давайте же с вами будем разворачивать и смотреть. Ну, слушайте, ребят, огромная вместительная сумка. Так, тут, я так понимаю, можно еще сделать, чтобы она вешалась на плечо, что ли, да, но ремень должен быть своим, потому что ремня в составе я не вижу. Ну, она, ребят, реально безумно вместительная, значит, тут у нас боковой кармашек под что-то удобное, ну, прям вообще огромнейшая сумка. Давайте прям ее нагрузим, посмотрим. Скидала сюда все чаи, и просто, вы понимаете, сколько тут места, да, просто представьте себе, сколько тут места. Чаи заняли совсем чуть-чуть. Да, размер действительно впечатляет, но то, что она мятенькая, вы, конечно, не смотрите. Значит, тут замочек только в одну сторону прикрепляется, и тадам-тадам, тут удлиняется сумка, то есть вы можете ее удлинить, да, таким вот образом, и носить на плече. Ой, не сумка, а ремешок, так, тут немножечко перекрутилось, да, то есть вы можете ее легко носить на плече, это очень прочная ручка, безумно прямо прочная, то есть я думаю, что вы меня поняли, да, поняли, услышали. В общем, кому нравятся такие расцветки, не пожалеете. Так, решила отойти немножко подальше, мне кажется, сюда войдет прям большующее одеяло, потому что она прям огромная, да, обратите внимание, просто огромное сумище. Вот таких вот она разъем, и хорошо вот так вот вешается на плечо, удобно, действительно классно. Так, это маме с папой, маме с папой, баню, потому что они у меня забрали, я себе одну оставлю, еще им одну отдам. Это рукавичка, скрабирующая для лица и тела. Великолепно, вот кто делает депиляцию, воском там или еще чем-то, все прекрасно, или сахаром, да, все знают про вросшие волоски, как они беспокоят. Отличное средство от вросших волосков, испытаны, ребят, на практике, супер, просто супер средство. Артикул 910-202, ужасная такая грубая, классная, суперская, но нетравнирующая кожу штукенция с... Так, да что ж ты где срываешься-то? Такая вот штукенция вешается, надевается, ну, конечно, это только для, потому что для лица она грубоватенькая идет, но, в принципе, нормально, да, удобно, да, то есть вы можете... Ну, ладно, я ее все равно себе буду оставлять, давайте прям увеличить с вами. Вот такая вот она. Видите, вот эти вот волокна, они очень прямо такие грубые, скребучие, и когда вы ее намачиваете, в принципе, тоже неплохой вариант. Вот, держите, удобно, и в том, и в другом варианте, классно. Это у меня салфетка-губка двухсторонняя, мыть посуду, удобная штучка, хорошо, кстати, стирается в машине, взяла, пока она есть, про запас, на всякий случай, отложу ее сразу в запаснике, 13,5 на 10 сантиметров ее размер, ну, то есть такая вот она небольшая. Далее, а, это, кстати, акция была, да, вот эти два чая и плюс гиполайт-желе, да, очищение, то есть их можно принимать все вместе, вот я прям хочу поочищаться, потом вам расскажу в пустышках, что же, что же, что же меня ждало, какие ощущения и впечатления. Конечно, когда идет чистка организма, лучше всего не кушать молочку, мучное и мясо, ребята, это прям и сладкие конфеты, ну, сахар, вообще сахара лучше не кушать, это факт, это уже вот даже все медики, все вот рекомендуют, если вы хотите действительно почиститься, исключите продукты, которые тяжелы для организма. Вот, артикул 157, 31, да, ну, давайте я вам вот у гиполайт-желе покажу состав, состав, чтобы вы знали, да, то есть это чистка идет, хорошая чистка, вот, как способ употребления одну или две порции в день. Самое интересное, то, что это такие вот штучки, вы их надрываете, да, вот тут вот с этой стороны, как вы видите, и там обычное такое очень сильно жидкое повидло, но оно не как вода, а все-таки повидельную консистенцию имеет. Повидло такое, 5 миллилитров, как вы видите, повидло такое, знаете, травянистого какого-то вкуса, но не противно, не противно, но и не вкусно. Ну, если это воспринимать как лекарство и 21 пакетик выпить за 20, а 20 пакетиков выпить за 20 дней, то, кажется, это хорошо, себя тоже нужно уметь поддерживать. Далее, ребята, как обычно, шоколад, вот еще мне такой шоколад пришел, но он сразу перешел в разряд пустышки. Вике очень понравился именно этот шоколад с кокосом и нони на меду, прямо она его обожает все, видите, пусто нету, думаю, забуду, не забуду вам показать, вот не забыла, прям обожает она его, 16.057. Вот сейчас я ей вот этот докоролю весь полностью, да, шоколад с артикулом 160.71, давайте я его прям вам раскрою, покажу. Да, то есть я его так сбоку достану, мне неохота целиком доставать, тут всякие рисунки красивые, еще что-то, да, вы это помните, такие вот шоколадки. Но Викуся, когда видит этот шоколад, она в первую очередь берет его, а потом уже, если такого нет, то она уже вот этот кушает, поэтому, ну, как бы, мне без разницы, лишь бы ребенок был доволен. Ну, и вот, смотрите, такие вот, такой вот ассортимент у нас обалденно красивого шоколада, очень вкусного и красивого, вот, прям нравится, да, 2 темных заказала шоколадки, нет, это тоже молочный, кстати, да, 1 темный заказала и 3 молочных, очень красивый, да, нравится вам наш шоколад, очень аппетитные штучки, да, красота. Ну, и давайте я вам покажу скатерть, скатерть показывала 100 раз, но когда я снимала предзаказ в Инстаграм, он уже, наверное, исчез, то ничего удивительного, у меня попросили показать скатерть, ну, вот, пожалуйста, показываю. Значит, артикул у нее 910 096 у этой скатерти, ну, то есть она так вот упакована, состав у нее, по-моему, 100% хлопок, размер 145 на 220, да, 100% хлопок, как вы видите, 145 на 220, огромная такая, хорошая скатерть. Я себе заказывала в запаснике, вы это помните, но когда я поехала к маме, 25 мая у нее был день рождения, но я опоздала, я была на цифровом форуме в Москве, кто смотрел мои выступления, отпишитесь. И так получилось, что я ее день рождения, конечно же, я ей просто на вокзале хэппи-безы ту и успела, и все, да, вот такая дочка. И я ей отвезла, помимо всяких вот этих вот сладостей, шоколадок, чаев, омег, там, да, живиц, секретов Востока и помимо всего прочего, костюм еще я ей отвезла, вот еще такую скатерть. Она мне потом звонит и говорит, Аня, какая классная скатерть, да, какая классная скатерть. Кстати, вот одну скатерть мы просто так постирали, все хорошо. Вторую скатерть я постирала на 90 градусов с пятновым водителем, потому что были дети за столом, много детей, и там напроливали соков, соуса из-под роллов и так далее. И вот эта вот штучка, вот эта вот незаметная сеточка, да, видите, тут тоже такой есть рисуночек небольшой, да, то есть его очень сложно разглядеть на камеру, а если увеличить, а если увеличить, нет, плохо видно, да, то есть тут еще есть рисунок. Вот этот рисунок, он идет тоже по краям, вот точно такой же, только белый, да, вот он, к сожалению, у меня посерел, но ткань, ну, как бы скатерть осталась тоже классной, я ее стелю на стол, и меня вообще нисколько не смущает, что вот этот рисуночек стал сереньким, и вот это тоже немножко цвет так поменяло, да, вот это золотистый рисуночек, это краска, да, как вы видите, это не вышивка, это краска. И скатерть, мне кажется, стала даже более актуальной, хорошая, очень плотная, суперская ткань, слегка-слегка просвечивает, потому что стол у меня такой темно-серый, стол на кухне стоит, и она просвечивает, да, то есть не особо хорошо, но в принципе отлично. Ну вот и все, мои хорошие, это был мой заказ обычных нужностей и полезностей в дом, пишите, чем пользуетесь вы, ну и плюс несколько новинок.